Доброе утро, наши большие и маленькие телезрители. Привет, Санёк. Привет, Капа. Привет, ребята. Так, последний штрешок. Ну, всё можно смотреть. Так, это кто? Ну, как кто? Не узнаёшь? Это кто? Это кто? Это тётка твоя. Как ты догадался? Тётка из Тугулыма. Да. Сходство же есть. Хорошенькое. Хорошенькое. Я её по флисовой и зелёной юбочке узнал. А, запомнил. Да, запомнил. Класс. Ну, держи. Ну, слушай, ты неплохо рисуешь. Ну. А вот многие же ребята хотят научиться быстро и красиво рисовать. Ну, тут я не знаю, что посоветовать. Как что посоветовать? Нужно позвать преподавателя рисования. Специалиста? Да. Краткий курс, как быстро нарисовать. У нас сегодня в гостях Татьяна Далматова, преподаватель рисования. Татьяна, доброе утро. Ой, здрасте, Татьяна. Доброе утро. Ой, здрасте. Здрасте, зелёненько. Здрасте, зелёненько, зелёненько его. Анисту Гулыма. Анисту Гулыма. Здравствуйте. Ну, расскажите, вот что в первую очередь нужно знать и уметь, чтобы быстро рисовать и чтобы это было похоже? Если человек хочет нарисовать червяка, а вдруг у него получился змей. Да, ну и не каля-маля. Да, и не каля-маля. Ну, главное, не бояться. Вот. И не ругать ребятишек, чтобы у них не отбилось желание рисовать. Я всегда на каждом из своих уроков говорю, что не бойтесь, мы только с вами учимся. Если сегодня не получилось, то в следующий раз обязательно получится. Это точно. Итак, мы шаг за шагом с ними учимся всё новому, новому, новому каждый раз. Что мы сегодня будем учиться рисовать? Приведите пример. Приведу пример. Можно нарисовать животного. Так. Или, допустим, это мягкая игрушка будет. Да. Зайчик. Вот. Зайку. Зайку. Во! А давайте вот эти стишки. Да, вы знаете, стихотворение. Зайку бросила хозяйка, под дождём остался зайка. Со скамейки слезть не смог, весь до ниточки промок. Ой, а что мы есть будем? Тарелку у тебя любишь? Зайку есть не будем. Зайку есть не буду. Зайку есть не буду. Так, ну уснуть, смотри. Я показываю ребятишкам, с чего легче всего начать. И основа моих рисунков идёт круг. Так. И, конечно, я как профессиональный художник могу круг нарисовать от руки. Да. Но я показываю ребятишкам, что кружок можно взять готовый и обвести, например, обычный стаканчик. Стаканчик, да. Или скотч, или тарелочку. Ой, много круглых предметов есть. Много, много, много. Вот, пожалуйста, попробуйте. Вот, давайте я сейчас обведу стаканчик. Ой, побольше у меня зайка. Давай. У нас это с вами уже будет голова. А, у всех животных есть голова, туловище, ручки, ножки. Ну, ручки, ножки это у человека. Да. А у животных что у нас? Главки, крылышки там. Так, вот кружочек. Молодец. Отлично. Что ещё у зайчика? Чем он отличается? Ну, ушки. Замечательно. Какие они, маленькие или большие? Не, 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 большие. Вот. Значит, мы рисуем длинные большие ушки. Так, ушки. Такие длинные, что аж загнулось одно ушко. О, точно. Давай рисуй, повторяй. Линии все плавные, игрушка мягкая. И сам зверёк тоже мягкий. Дальше. Уже можно рисовать мордочку. Глазки. Когда есть голова, ушки, мы уже знаем, что это зайка. Это просто точки могут быть. Так, точки. Да. А носик у зайчика треугольничек. А, ну то есть всё геометрическими фигурами практически мы рисуем. Простыми элементами. Почему нет? Усики обязательно. Усики у зайчика. У зайчика не может быть усиков. И рисуем сами усики по три штришка в разные стороны. Вправо и влево. Угу. Улыбается зайчик? Конечно. Да. Прям грустить-то. Так. Дальше. Ну, теперь уже можно заниматься туловищем. Я так подозреваю, что это будет овал. Да? Правильно. Иногда детки путут, что такое овал. Я тогда им говорю, что это как маленький огурчик. Да. Кабачок. Кабачок. И, конечно, им уже не страшно. Он даже может быть кривой. Угу. Любого размера. Всё. Одним движением. Раз, вот. Да, конечно. Всё. Знаешь, что у тебя там получилось? Лапки. Вверху. Вверх лапки. Тоже овальчик обычный, простой овальчик. Так. Ещё лапка. Внизу. Да? Да. Да, конечно. Ещё овальчик. И ещё. Двежим? Да. Две лапки, конечно. А хвостик у зайки есть? А хвостик у него есть. Кругленький. Маленький. Вот так. О. Да. А дальше уже можно продолжать. Детки начинают фантазировать. Кто это? Мальчик или девочка? Угу. Что с ним произошло? Если... Коготочки можно ещё на лапках нарисовать. Да, конечно. А можно трусики. Ой, давай, трусики. Давай красные, ёмки. Давай. Вот. Дальше уже вот разукрашивать можно. Носик, ротик. Красные трусики. Девочки любят бантики очень высовать. Бантик тоже. У нас мальчик, а у вас девочка будет? Да, треугольнички. Здорово. Вот так вот. Подружку я нарисовала. Вот и не скучно будет. Да. И если у учителя на доске просто получается схема, то у детей такие рисунки, они просто оживают. Здорово. Такие получаются замечательные. Прямо неповторимые. Спасибо вам, Татьяна. Вот, вот. Шедевр. Шедевр. Заяц в красных носиках. А если еще вспомнить про стишок, то там дальше уже пошел. Дождь прошел. Дождь пошел. О, все приятно. Я скамейку тогда рисую. Все, на скамейке. На скамейке. Ну, слушайте, это уже целая история. Палочка. Да, досочка. Весь до ниточки промокла. Да, мужа внизу. Целая история. Вот так вот, друзья мои. Ой, все. Татьяна, приходите к нам еще завтра, будем продолжать рисовать. Давайте, давайте. Ребят, пока-пока. Пока-пока. А что это у тебя? Сейчас скамейки слезть не смог. А-а-а. Ну. Ну.